Для работы в Яндекс.Такси, Сити, Мобил или Диде рекомендую Эксперт Парк. Они работают уже более 5 лет и у них диспетчерские во многих крупных городах. Комиссия заказов всего лишь 50 рублей в сутки. Выплата на карты без комиссии. Регистрируют также и пей самозанятых. Открывают бесплатные карты с кэшбэком 6% заправок. Можешь зарегистрироваться в любом удобном мессенджере. У Парка есть собственный YouTube-канал, где они проводят много розыгрышей. В Эксперт Парк есть подразделения для бизнеса. Они разрабатывают сайты и логотипы для любых проектов. Ну и также есть собственный онлайн-сервис для бухгалтерии и ООО. Сотрудничайте только с оригинальным Эксперт Парк. Ребята, заказ 15 минут 1900. Все. Смотрите, сколько в баке. В баке нету ни хера. А сегодня я даже не планировал смену записывать. На самом деле сегодня у нас суббота и время час ночи. А почему я работаю в субботу? Ведь я работал в пятницу. Да дело в том, что у Георгия сегодня день рождения. И вроде бы как бы он планировал работать, но по итогу я ему с утреца позвонил и сказал, Гога, ты точно хочешь работать? Так, этот заказ я пропущу, надо залить бензин. И Гога сказал мне, наверное, все-таки надо отдохнуть. И Женя у нас, получается, работает в пятницу, в субботу и в воскресенье. На двушечку 2000 рублей. На 2000 рублей сейчас залью 95-й. Сколько у нас там 95-й стоит? 50 рублей 15 копеек у Лукойла, ребят. 50 рублей, как литр молока. И то даже дороже. Блин, сколько здесь народу-то, е-мое. Новая заправка, кстати, у Лукойл. Теперь надо заходить внутрь. Раньше такого не было. Раньше здесь окошко было. Ладно, на двушку зальем, посмотрим, сколько у нас баки прибавится. Что-то будут выеживаться, если маску не надену. О, прибавилось, видите, чуть больше двух делений. Полный бак в Майбахе. 3500, если его осушить полностью. Ладно, все, работаем. Садись, дверьми не хлопай тут. Хорошо. Заебись, поехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Рязанский, да? Да. Интересно, здесь остревал какую-нибудь когда-нибудь? Да, вон, здесь потолок пошел, пошел, пошел. Даже сейчас едешь, кажется, как будто шорпишь. Нет, 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 там... Там вот столько тысяч. Вот у меня у жены паркетник, он где-то там, не знаю, 1-2-7, наверное, да, нормально. Заказ 5 минут, 2 500. Платная подача была на 600 рублей. Нет, 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 девушка, девушка. Так, еще один заказ, ребят, 24 минуты, 2 200. 15 минут, 2 200. Что делаем? Работаем. Садь. Работаем. Я в туалет хочу купить. Работаем? Женя, ну прекращай. Да зачем ты так говоришь? Сядь, сядь, сядь. Я шучу. Ты хочешь, чтобы во влог попало? Да пускай попадает. Кому надо, тебе знает. Покажи свои прелести. Смотри как. Лера, вот так сделай? Нефтяной магнат. Вот так сделай? Всем привет, меня зовут Евгений, и я поспал в Мэйбахе. Поспал не 20, не 30 минут, не час, а целых 7 часов. И сейчас я еду домой, чтобы переодеться и выйти на линию. Потому что я выспался даже за это время. Вот, что я хочу сказать-то, ё-моё, ребят. Приезжие, да, ребята, у меня многие спрашивают, выгодно ли работать на Мэйбахе? Ну, конечно же, выгодно. Вам не надо даже снимать квартиру. В Мэйбахе шикарное сидение, в котором вы можете выспаться. И всё. И сразу начать работать. В туалет можно сходить где-нибудь около забора, за которым проезжают электрички. И перекусить шурмо с чесночным соусом. Потом жвачку какую-то в рот засунуть и начать работать. Так что, ребятушки, все в Москву на заработки. Здесь просто космические деньги зарабатывают и всё такое. Бля, даже шухер поднялся, смотрите. Жалко, на передних сиденьях у меня нету массажа. А то бы я заснул, и мне по косточкам били бы камешки. Но я тысячу раз обрывал провода. Сам себе кричал, уйду я с Мэйбаха. Вот, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Салют, Мэйбах, салют, Мэйбах. Ну что, я вышел только вечером, обманул вас. Время 19.49. И я сделал только один заказ. Этот заказ у меня был в Шереметьево. Вез я девушку. Заказ получился на 4.200. Ну что, ребят, приехал в Москву. Представляете, смотрите. Ходынский бульвар снова в Шереметьево. Снова меня Яндекс отправляют в Шереметьево. Вот, хорошо бы было, если бы я оттуда что-то забрал. Ну и не совсем плохо, что мне снова туда заказ дали. Потому что без заказов было бы еще хуже, правильно? Так, ребятушки, 28 минут. 3.500. Цены, конечно, демпингуют Яндекс. 3.600 в аэропорт. Если по другому агрегатору, да, там по Гету или по Виле. 5.500 или 5 это стоит. Если бы я взял заказ этот с Бутова, да, и повез в Шереметьево, по Виле и по Гету это бы стоило 5.500, а по Яндексу это бы стоило где-то, наверное, 6.500. Но таких заказов, на самом деле, с Бутова, в Шереметьево, ну, я ни разу не ловил, честно. Пустышкой вернулся я в Москву, но у меня здесь с центра попался заказ с Малой Дмитровки на улицу Советской Армии. Давайте еще, ребятушки, 3 дня подождем, пока Тавурек припаркуется. Передумал. О, он решил меня пропустить, походу. Ну, вообще, в Москве, конечно, улочки, ребятушки, бывают как в Питере, наверное, да, правильно сказать? Или как в Европе, где друг друга машины бьют, лишь бы встать на парковочное место. Ну, как-то не знаю. Наверное, от опыта водителя зависит, да? Потому что, блин, бывает, где-нибудь в центре Москвы один будет парковаться, а его целая Арава будет ждать. Ну, вот, условно говоря, видите, сразу же и Мерседес он паркуется, но там парковочное место, наверное, большое. И у него камера заднего вида. Ну, на Туареге-то она должна тоже быть, правильно? 5 минут 1800. Приехал я к Депо Лесная, заказано личное. Вот это напряг небольшой. Такое еще не как будто. Соединение устанавливается. Заебись. Хочу поделиться с вами сейчас. Соединение устанавливается. Пассажир написал, здравствуйте, ресторан-шип Амазон. Через 5-10 минут выйдем. Угу, знаете, что пишут, ребят? Вот, через 5-10 минут выйдем, у нас 4 человека. Через 5-10 минут выйдем. Здесь парковка на 10 минут. И если никто не выйдет, я буду платить сам, да? Никто мне это не компенсирует, серьезно. Как вы думаете, ребзики, отменяет кто-то? Да хер там, е-мое. Никто не будет отменять. Издеваются над водителями. Специально вот такие заказы делают за наличку. Чтобы залезть в Мэйбах четвером. Пятером не хотите залезть? Я не знаю, как в этой ситуации быть. Какой-то бред. Ждите, ждите. Вот эти наличные заказы ждите. А если никто не выйдет, хер кто компенсирует. Яндекс, блин, бесит этим вообще. Я сам отменю заказ, 84 балла. Пусть заказывают себе что-то другое. Вот эта поездка мне сразу не нравится. Реально, ждите, не ждите. До свидания. Ищите себе другой автомобиль. Ожидание туда получается бесплатное. Сначала есть, потом платное ожидание. До Яндекс.Поддержки пишешь, типа перезвоните. Они не перезвонят сразу. Они могут призвонить через 5 минут, а могут через час, через 2. И вот эта лишняя трата времени, она мне тоже нафиг не нужна на самом деле. Отменил заказ, потерял активность. И теперь не буду видеть конечную точку. Снова заказ лесной попался. Ребят, представим, что это опять они будут. Сейчас заказы безнал. И заказ отличный. На улице Новодмитровская. 11 километров. 5 километров и 11 минут. Только единственная проблема. Точку указали прямо там, где стоять и остановить. Немного контроливаться нельзя. Давайте, наверное, на территорию заедем. Я не знаю, как решать здесь вопрос. О, девушка идет ко мне. Она сама сядет, наверное. Эй, убегом! Здравствуйте. А нас 5. Чтобы залезть, мы бы четвером. Пятером не хотите залезть? Сколько? Ну, мы... Нельзя так, девушка. А что сделать? Ну, 5, трое максимум. Ну, давай мы на коленке сядем. Нет, девушка нельзя. А что... Своей машины. Пойдем! Девушка, я здесь стоять не могу. Давайте сюда отодвину. Бля, какие 5, твою мать! Отъедем ее. Я пятерых не возьму, 100%. Я проеду в Петербург. Манцур, вызывай тебе такси! Я не могу здесь стоять, молодые люди. Давайте проеду вперед. Давай, давай сейчас напишу тебе Ново-Дмитр. Ну, мне это запускало. Ново-Дмитр, давайте сюда. Сейчас, сфу, подождите. Давайте я проеду вперед, молодые люди. На себе идти днях. Туда и едем. До свидания. Этот заказ, ребятушки, который вышел на 1900 рублей, я назову так. Он не культурный, потому что, знаете, сначала хотели пятером-четвером и выходили, не опустив подложку. Можно так, знаете, ее сломать просто-напросто. Не выключили, получается, обдув сиденья. Ладно, фиг с ним. Ничего не буду говорить. Но вот по мне. Еще она, конечно, мне, блин, всеми ногами оббила мое сиденье. Давайте посмотрим, есть ли там грязь. Нету. Это хорошо. Ну, она много раз ударила. Раз, два, три. А, вот, смотрите, видите, ребят? Здесь-то нету. А парень, парень, короче, это, побольше. Все сиденье испачкал нахер. Да, да. Наше. Все сиденье испачкал нахер. Взлетай. Да. Все сиденье испачкала нахер. Все сиденье испачкал нахер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok